Всем привет! С вами Екатерина Ветра и вы на канале Бастик Мау. Сегодня у нас видео о всей моей коллекции раскрасок четвертая часть. Если вы не видели первую, вторую, третью, то почему? Обязательно посмотрите. Подтвердите, что это интересно те, кто смотрел уже. И конечно давайте приступим к просмотру четвертой части. В сегодняшнее видео я хочу начать со всем известной Марии Тролли. Сумеречный сад. Одна из первых моих купленных в принципе раскрасок, когда я только-только начала увлекаться этим хобби. Да и вообще первая раскраска от Марии, которая у меня появилась в коллекции. И если честно, она мне нравится больше, чем сейчас современные ее книги. Ну как современные, новые ее книги, которые выходят вот уже сейчас, недавно вышли. Здесь у меня вот такой вот букетик цветов. В общем, вот этот букетик я раскрашивала на видео. Оно есть на канале. Оно очень-очень старенькое. Но если кому интересно, любопытно, посмотрите. Так, дальше я пропустила вот эту картинку. Целый разворот здесь у нас с такой яблоней. Или сакурой, не знаю. Но мне казалось, что это яблоня, когда я ее раскрашивала. Тоже одна из первых сделанных здесь работ. Далее у меня вот такие розочки. Нравятся мне они. И до сих пор нравятся, как получились. Цветовая палитра мне здесь нравится. Вот такая вот работа. Тоже очень давняя. По-моему, это как раз первая работа, которую я сделала в этой раскраске. Точно я не помню. И вот такие вот подсолнухи. Я думаю, многие видели эти подсолнухи. Я их раскрашивала на мастер-классе, который я делала, как я раскрашиваю акварелью. И там я подробно показывала, объясняла, как я раскрашивала эти подсолнухи. Тоже можно найти на моем канале, если кому интересно. И в принципе все здесь. В этой раскраске больше нет готовых иллюстраций. Но скажу еще раз, что мне нравится вот эта раскраска. Сумеречный сад. Следующая раскраска это в час заката. Также старенькая раскраска. Уже давняя. Многих она есть. У кого-то она даже уже закончена. А у меня здесь всего лишь одна работа. Но это уже, конечно, хорошо, что она хотя бы начата. Вот такая вот у меня здесь иллюстрация. Девочка с лисичкой. Тоже нравится эта раскраска. Я довольна, что она у меня в коллекции. И надеюсь, что картинки в ней будут пополняться чаще. Дальше у нас цветочная магия. Ее я купила недавно. Ну, как недавно? Ну, как бы, если так смотреть. В общем, давненько. Но по сравнению, конечно, с первыми, это совсем недавно была куплена. Эта раскраска у меня не начата. Многие здесь иллюстрации мне нравятся и хотелось бы их раскрасить. Не помню, когда вышла эта раскраска. По-моему, она одна из последних была или нет. Там еще, по-моему, луна какая-то была. Но луны у меня нету. И последняя раскраска от Марии, которая у меня есть, она у меня в иностранном издании. Флора и фауна. Я все-таки решила попробовать. Купила иностранные издания от Марии. И, если честно, больше не буду этого делать. Почему? Сейчас объясню. Такие вот у меня виноградные грозди. Очень они мне нравятся. Прям такие яркие-яркие получились. Прям насыщенные. Прям вкусные-вкусные. В общем, нравится. Почему я больше не хочу заказывать Марию, по крайней мере, в иностранном издании? Не потому, что мне не понравилась эта раскраска своим качеством. Нет качества. Превзойденное качество. Очень хорошее. Здесь вот я красила акварелью. И все прекрасно. Ничего, естественно, тут черное. Ну, в общем, я думаю, ничего не протекает. Карандаши ложатся отлично, судя вот по гроздям винограда. Почему я больше не буду покупать иностранные? Ну, как мы говорим, никогда не говори никогда. Я много раз уже так говорила. Но все-таки на данный момент я пока не хочу покупать иностранные раскраски Марии Тролли. Да даже русские издания. Потому что я, если честно, немножко подустала, во-первых, от стиля Марии. И он немножко, как мне кажется, поменялся. И поменялся в ту сторону, что мне он больше не нравится. Первые ее раскраски мне нравятся больше. Тех, что выходят сейчас, в том числе и Луна, мне, если честно, не зашли. Да, я не спорю, они прекрасны. И многим она нравится. У многих она есть. Но это лично мое мнение. Вот мне не зашло. Поэтому я пока что больше не буду Марию покупать. Этих раскрасок мне вполне хватит. Я вполне довольна тем, что имею сейчас. Следующая книга просто шикарного издания, шикарного качества. Fairy Miracles. Клара Маркова. Да, все знают Клару. Тоже очень популярный иллюстратор. У многих также она есть. Кто-то просто мечтает иметь ее книги. Потому что, да, они очень-очень классные. Здесь у меня вот такая вот картиночка. Очень сладенькая, вкусненькая, яркая. И вот такой вот дракончик. Тоже очень яркий. Ну и, конечно же, в этой раскраске у меня получаются яркие иллюстрации, яркие картинки. Потому что сами иллюстрации, они, конечно, сразу подразумевают то, что картинка должна быть яркая. Потому что они такие милые какие-то, немножко детсковатые, сказочные, милые персонажики. В общем, все такое яркое, цветочное, конфетное, ягодное. И именно поэтому у меня в коллекции только одна Клара Маркова. Только вот эта вот книжка. Только потому, что стиль данного иллюстратора не совсем мне заходит. Он классный, этот стиль. И рисовка, и сами персонажи. Очень красиво. Но, как вы знаете, я люблю больше немножко такое либо натуральное, либо что-то мрачненькое. А такое вот прям совсем сладенькое-сладенькое мне не очень заходит. Но все-таки мне хотелось иметь хотя бы одну книгу от Клары Марковой в своей коллекции. Чтобы она была, чтобы я ее подержала в руках, посмотрела. Попробовала, что же это такое. И я нисколько не жалею, что купила именно эту часть. Она мне нравится и визуально, и сравнивая с теми обзорами, которые я смотрела, обзорами всех книг. Это по иллюстрациям также нравится мне больше всех. Ну и иногда все-таки полезно разнообразить стиль иллюстраций, да, и в раскрашивании. Попробовать себя в разных цветовых палитрах, в разных характерах и пораскрашивать что-то миленькое. Далее у нас Сагар Согнер. Это у нас Эмили Оберг. Очень давняя раскраска, давно уже вышедшая. Тоже классного издания. Нравится мне этот золотой корешок. Да и в принципе она очень красивая. Эта книга. Долго думала покупать ее, не покупать. Все, почему? Потому что, да, стиль тоже такой же. Такой же детский немного, сказочный такой вот, какой-то миленький. Но что-то меня цепляет в иллюстрациях Эмили Оберг. Не знаю что. Но вот нравятся мне эти картинки. Даже в каких-то местах у нее есть дудлики какие-то непонятные, узорчики. Но нравится, нравится мне эти иллюстрации. И когда я их листаю, мне все равно хочется, хочется их раскрашивать. Здесь у меня вот такая вот яблоневая девушка. И эта раскраска создана по мотивам разных сказок, разных каких-то поговорок вроде как народных. И я не знаю, что это за сказка, если честно. Просто девочка в яблоках. Есть такая сказка девочка в яблоках? Но если, ну не знаю, что это за сказка. А так очень нравится мне эта книга. Единственная от Эмили Оберг у меня в коллекции. Дальше у нас идет просто герой по количеству изданных книг. Потому что я не перестаю восхищаться и удивляться этому иллюстратору, как быстро и как плодотворно она работает. Конечно же, я говорю о Ханне Карлсон. Очень популярная, очень известная. Не меньше, чем, наверное, Джоанна Бесфорд, мне кажется. И как так же, как и Кербера за нос. Но какая же она плодовитая. Сколько уже у нее раскрасок. Ну вот первая раскраска дневные грезы. Она у меня не начата. Представьте себе, да. Самая-самая первая раскраска от Ханны Карлсон, которая только вышла. И которая лежит у меня уже сколько лет. Она до сих пор не начата. Надо срочно исправлять это недоразумение. Да, в начале, когда я только начала заниматься этим, хобби, я, естественно, скупала все в русском издании. Потому что, ну, у меня были возможности только где-то у нас в магазинах искать, в больших городах. И вот что я находила, то и скупала. Поэтому первые книги от Ханны у меня в русском издании. Дальше. Сон в летнюю ночь. Вот тут сразу открылась готовая иллюстрация. У меня такие вот морозные часики. Делала на Новый год когда-то. Уже не помню, какой год. И еще одна здесь иллюстрация у меня. Это вот такая вот девушка. Это была первая. Первый портрет этой девушки в этой книге. И все. Больше здесь у меня пока нету иллюстраций. Рассветный час. И, кстати, сказать, что вот в этих изданиях еще в такой вот, с такой обложкой, да, в таком стиле. Как мы знаем, сейчас у Ханны стиль немножко поменялся. Формат поменялся. Но вот пока вот был такой. Она рисовала, мне кажется, с каждым разом все лучше и лучше раскраски. Вот правда. Ну, это мне так кажется. Мне с каждой раскраской все больше нравятся ее иллюстрации. Так, здесь у меня сделана вот такая кошечка. Если честно, печальная история связана с этой иллюстрацией, когда я ее раскрашивала. Это было излияние моих эмоций, чувств. Там грустная история с одной кошечкой, которая, к сожалению, ушла на небо. Мне было очень-очень печально и грустно. И мне захотелось изобразить эту кошечку, так скажем, запечатлеть ее в книге. И окрас вот этой кошечки я сделала именно такой, какой был у той такая рыженькая милая киса. И, по-моему, здесь больше ничего нету. Да, к сожалению, это единственная иллюстрация здесь. Так, далее волшебная шкатулка. Так, тут у меня вот такая змеюшка золотая, красивая. Рисовала я ее, по-моему, на челлендж, или не челлендж, в общем, задание. На одно задание раскрасить, изобразить свой год. В год кого вы родились, в общем. Вот в год змеи я родилась. Такую змейку раскрасила. Далее вот такой портрет. Я думаю, всем он известен. Этот портрет я использовала в своем мастер-классе, как я раскрашиваю кожу и карандашами из фикс-прайс. Давнее видео, очень давнее. А, ну, многим оно понравилось. Многие меня благодарили. Я очень рада, если хотя бы одному человеку был полезен этот мастер-класс. Тоже есть на моем канале, можете его посмотреть. И все, здесь тоже больше ничего нет. Как видите, Ханна у меня не самый популярный иллюстратор, которого я использую в раскрашивании. Но все-таки она мне нравится, я ее использую, покупаю, по крайней мере. Но вот редко ее раскрашиваю. Далее у нас времена года. Мне кажется, сейчас вот в осенний период это будет одна из популярнейших раскрасок. Ну, мне так кажется, если еще остались люди, у кого не закончена эта раскраска. Здесь вот у меня такая картинка с бабочками. Это вот была самая первая иллюстрация в этой раскраске. Далее, далее, далее у нас вот такой вот вип. Вот такой незаконченный рисунок. Как видите, мне нравится, как начала я. Но, к сожалению, так и не закончила. Начала я еще в том году осенью. Да. Вот такой вот випик. Надо бы, наверное, в этом году осенью ее закончить. Так, дальше здесь у нас идет вот такой котик. Как видите, разворот. Вот, очень давний котик. Давно я его раскрашивала. Но мне до сих пор нравится. И, как всегда, опять рыженький почему-то. И вот такой вип. Такая вот ведьмочка. Также начала ее в прошлом году. Не знаю, вот спонтанно начала. Как и тот вип тоже спонтанно. И, как видите, не закончила. Видимо, когда спонтанно как-то начинаешь, это все потом ничем не заканчивается. Но я надеюсь, что в этом году я эти две иллюстрации постараюсь закончить. Мне нравится, как я изменила ей мордашку. Если видно, надеюсь, что будет видно немножко. Я ей убрала гординку на носу, сделала губки попухлее. И глазки побольше. И, по-моему, все в этой раскраске. Ой, все-таки, я же говорю, плодовитая какая. Ханна Карлсон просто. Еще одна Ханна. Это у нас тотемы. Тотемные животные. Только здесь уже в иностранном издании, как видите. Да, все. С этого момента я начала уже, научилась. Нашла способ, как заказать раскраску иностранного издания. И все. С тех пор у меня все раскраски от Ханны дальше идут иностранные. Тоже классная качество бумаги, качество вообще иллюстрации. Вообще нравится мне эта книжка. Здесь у меня вот такая королевишна. Тоже нравится результат. И, к сожалению, все. Да. В этой раскраске все. Но она мне очень нравится, эта раскраска. Здесь даже какие-то эмоции у Ханны появились. Да, вот где там девочка была. Вот это вот. Какие-то улыбочки. Тоже нравится эта раскраска. И я ей рада. Далее у нас Ханна немножко поменяла свой вид, свой стиль, своих раскрасок, своих книг. Скажу вам, по правде, мне нравится именно вот этот вот стиль. Но, к сожалению, у меня не все раскраски именно этого стиля уже. То есть получается, что само оформление мне нравится больше, чем в предыдущих раскрасках. Но иллюстрации, к сожалению, нравятся не во всех книгах. Как-то так получается. Теперь оформление мне нравится больше, а иллюстрации меньше. И, как вы видите, это единственные у меня раскраски вот с этим оформлением, с новым. У меня нету маскарада и нету черной такой раскраски, что меня печалит. Потому что, ну, естественно, в черном виде, вот с таким новым оформлением. Это просто шикарный вид книги. Но, к сожалению, мне настолько не зашли иллюстрации, что я даже не купила, несмотря на то, что она в черном виде. В общем, вот это две единственные раскраски, которые мне понравились. Ну, давайте с первой вот с этой вот. Это у нас после маскарада она шла. Маскарад мне тоже не зашел. Это у нас волшебный лес, там что-то такое, да. Ее все тоже знают. И формат, кстати, форматы этих раскрасок мне тоже нравятся, потому что он стал поменьше, покомпактнее, помилее. И раскрашивать, мне кажется, гораздо-гораздо быстрее и удобнее. Вот такая лягуха у меня здесь. И, конечно, качество листиков тоже хорошее. Они такие кремовые, нежные. Это у нас вот первая такая. И далее вторая. Вот это, по-моему, после леса она же и вышла, да. Вот эти две раскраски как раз я и купила. Дальше черненькую я уже не куплю. Не знаю, прям вот не хочу я ее покупать. А это вот раскраска. Моя самая любимая из всех вообще выпущенных раскрасок от Ханны. Правда, она еще и фиолетовенькая. Фиолетовенькая. И иллюстрации по мне, прям моя тематика. Вот это все Хэллоуин, какие-то ведьмочки, зелья, цветы, волшебные палочки, магия, мистика, привидения. В общем, чудеса чудесные. Здесь у меня вот такой вот, первая такая вот страничка с клевером. Тоже под цвет обложки решила делать. Решила сделать эту книгу прям, чтобы гамма всех раскрашенных иллюстраций совпадала и была такой единой. И вот такая вот ведьмочка. Какая красивая, яркая, в то же время мрачная. Варит какие-то волшебные зелья. И все, пока что в принципе все. Здесь у меня только две иллюстрации. Но, конечно же, я планирую. У меня на нее, на эту раскраску, довольно глобальные цели, о которых, я думаю, вы узнаете чуть позже. Наконец-то у нас Ханна Карлсон кончилась. Ну, надеюсь, что она будет еще выпускать раскраски дальше. И надеюсь, что следующие раскраски мне понравятся больше. Следующая. Варкрафт. Красивая, эпичная, яркая книга о моей любимой игре, в которую я очень-очень давно уже не играю, к сожалению. Но очень-очень любила в нее играть, в эту игру. Мне нравилось все. И атмосфера, и персонажи, и сами вот арты. Даже вот фильм, который вышел в Варкрафт тоже. Пусть там, не знаю, кому-то что-то не понравилось, но мне чисто понравилось именно визуал. Вот просто, просто эпик, просто яркость. Это драйв, это вот все. И какие там орки. Господи боже, какие там орки красивые. Ой, я, наверное, какая-то неправильная. Мне нравятся орки. И, конечно же, эту раскраску мне подарила Алина с канала Алина Калорина. За что ей огромное спасибо. Я была очень рада этой раскраске. Этому подарку очень неожиданно было. Вот, мне безумно понравилось. Обязательно в скором времени начну. И я даже выбрала уже иллюстрацию здесь, но ее покажу потом. Думаю, что, ну, надеюсь, что буду снимать видео, как я начинаю эту раскраску. Ну, а так я очень-очень рада ей, моей коллекции. Спасибо, Алина, еще раз. Далее у нас Baby Tears. Страшненькая и в то же время миленькая раскраска, которая у меня так же не начата. О, вот вы смотрите. Это же Wednesday. Wednesday. В общем, здесь герои из разных ужастиков в виде маленьких детей. Вы только посмотрите на эту прелесть. Вот, кстати, фильм Spawn в детстве обожала. Вообще, и вот этого Spawn самого я обожала. Ой, какой он красивый в маске. Джокер миленький, просто наимилейший. В общем, вот такая вот раскраска с малышами из ужастиков. С ужасными малышами, да. От Алекса Солиса. Эту раскраску я купила уже давно. Она мне обошлась довольно дороговато. Только потому, что она... Трудно было ее найти, если честно. Да, ее было трудно найти. И я нигде не видела ее в продаже. Наконец, жду момента, когда я начну эту раскраску. И вот все думаю, нам надо на Хэллоуин начать эту раскраску. Вот как раз у нас скоро Хэллоуин. И надо, надо постараться. Следующая раскраска по сравнению с предыдущей. Очень-очень отличается, да. Очень кардинально, я бы сказала, отличается. Вот такая милота. Да, просто зефирно-пастельно-конфетная милота. Точно такие же здесь иллюстрации. Зефирно-сладко-конфетные. Так бы я назвала эту раскраску, эти иллюстрации. Наимилейшие просто персонажи, животные. Какие-то предметы, ангелочки, дети. Все такое просто наимилейшее. Просто, знаете, вот принцесски какие-то, бантики. Все, тортики, сладости. И, конечно, она у меня не начата. Довольно давно куплена. Если честно, я не знаю, начну ли я ее. И вообще, нужна ли она мне? Нет, я, конечно, ее люблю. Она красивая, замечательная. Но я никак не могу ее начать. В том плане, что, как вы понимаете, это прям слишком сладенько для меня. Ну, прям слишком сладенько. И вот я жду, когда у меня, наконец, будет настроение. Вот такое приторно-сладкое настроение, чтобы раскрашивать эту раскраску. Дальше. Дальше у нас тоже милота. Да, но, конечно, не такая, как предыдущая. А как-то более сдержанная. Но все-таки милота. Это у нас канока Ягуса. Ее одна из последних, по-моему, да, раскрасок. Симфония милых животных. Да, канока Ягуса у нас уже фигурировала, по-моему, во второй части. Как я и говорила, я беру раскраски так, как они лежат у меня на полке. И поэтому иногда нелогично. Поэтому снова у нас канока. Эта раскраска мне очень нравится. И мне нравится, что формат раскраски стал меньше. Он мне, вот этот квадратик, мне нравится больше, чем те квадратики. Ну, естественно, это канока Ягуса. Ничего не изменилось. Все тот же стиль. Милые животные, прекрасные просто. Как они живут, путешествуют, что-то кушают, что-то делают, собирают. И здесь у меня вот такая вот единственная иллюстрация. Пока единственная. Но эту раскраску меня тянет раскрашивать гораздо чаще, гораздо больше, чем вот те, которые первые. В общем, такая вот у меня канока имеется. Еще одна. И еще одна канока. Совсем маленькая. Это у нас разного формата открытки. Здесь открытки, здесь подпись можно сделать. Большие есть, маленькие вот такие вот совсем. Можно раскрасить, потом подарить кому-нибудь. Правда, я не знаю, кто-нибудь так делает вообще. Напишите, кто-нибудь так делает. Вот есть разные раскраски открытки в виде открыток. И кто-нибудь после того, как раскрасили, дарят кому-нибудь, вырывают из книги и отправляют, например, по почте. Что-то мне кажется, что если есть, то это просто единицы. Это исключение из правил. В общем, она у меня тоже не начатая. Тоже давно уже лежит. Я не знаю, как к ней приступить. И вот пока лежит, пока ждет своего часа. Да, да, у меня пошла часть с маленькими раскрасками. Как видите, еще одна маленькая раскраска Майны Райзы Дурхи Европа от Риты Берман. Путешествие по Европе. Это единственная раскраска от Риты Берман, которая у меня есть. Я даже не стала заказывать Азию. Но вот насчет Африки я еще подумаю. Потому что посмотреть надо обзор. Вот как только посмотрю обзор, решу для себя, хочу я Африку или нет. Остальные раскраски от Риты заказывать я не буду. Пока мне не взбредет что-нибудь в голову. А пока я не хочу. Мне достаточно одной вот такой вот книжки. Мне очень понравились, во-первых, иллюстрации. Они очень колоритные, очень яркие, разнообразные, красивые. И стиль у нее очень необычный. И я решила, что эту раскраску я буду раскрашивать где-то в дороге, в путешествиях. Буду брать с собой куда-то в поездки. Если у меня будет возможность там раскрашивать, я буду брать и раскрашивать в поездках, в путешествии. Хорошо бы отправиться в путешествие по Европе и взять ее с собой. Вот это было бы вообще комбо просто. Это было бы круто. Но пока она лежит, ждет своего часа, еще не начатая чистенькая Рита. И последняя раскраска, тоже маленькая в этом видео. Темная Таро. Тоже все знают, все видели эту раскраску. Ни для кого не секрет, что это такое. Это у нас все карты, которые имеются в Таро. Я ее взяла, во-первых, потому что я увлекаюсь и занимаюсь картами Таро. Мне это интересно. И поэтому я решила все-таки взять и попробовать. А вдруг у меня получится проявить терпение и раскрасить все карты, которые тут имеются. Ну и тем самым создать свою вот такую вот колоду в своем цвете. И, конечно, потом их вырезать и использовать было бы очень-очень даже круто. Но, конечно, это очень грандиозные планы, грандиозная цель, которой я пока не начала идти, потому что я не начала раскрашивать эту книгу. Вот такие вот дела. Ну а на этом четвертая часть заканчивается. У меня еще впереди последняя, пятая часть. Я ее тоже скоро отсниму и обязательно выложу. А вы подписывайтесь, чтобы не пропустить. Также, конечно, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. А я уверена, что оно вам понравилось. И, конечно, еще раз говорю, подписывайтесь на мой канал. Здесь вас будут ждать еще более интересные видео, потому что в планах у меня много всего интересного. У нас же скоро осень, у нас же скоро Хэллоуин. И я очень надеюсь, что вот в эту свою любимую мрачную пару я как можно больше сниму видео на эту тематику и как можно больше чего-нибудь раскрашу. Но мы не будем, конечно же, строить планы, потому что, как всегда, настроишь планы, а потом все, ничего не получилось. Всем желаю вдохновения, хорошего настроения. Всех вас очень люблю и спасибо, что вы со мной. И всем пока!